Ну чё, готовы, друзья? Одна из важных достаточно премьер, когда вживую можно посмотреть на тачку, ориентированная в основном на Россию, поэтому вокруг неё тут особо сейчас ажиотажа нет. Но я, если честно, когда её увидел, немножко офигел, потому что это обновлённый IS-X. И чё-то я вообще в шоке от него, на самом деле. Просто посмотрите, насколько здоровая стала передняя часть. Она гигантская, она массивная, она здоровущая просто. Но он лучше выглядит сейчас, чем все Mitsubishi, которые есть у нас. Сто процентов. Офигенный. Вот это хороший рестайлинг. Это не то, что они сделали с Outlander, вот этот 35-й рестайлинг. Вот так, так пойдёт. Ладно, делайте так больше. Но есть одна проблема. Конечно же, сбоку вы уже безоговорочно узнаёте этот Mitsubishi IS-X. Тут гадалки не ходи, всё то же самое, как и было. Немножко больше хрома стало, какие-то накладочки, по-моему, были. Всё то же самое. Ну и сзади немножко обновлённые фонари, у которых появилась вот такая вот светодиодная, достаточно неплохая, палка-палка огуречек. Не знаю, что это такое. Ну, бумеранг, будем называть его так. И, естественно, вот такие вот отдельные светодиодики. Ну, тут просто катафото. Надо посмотреть, конечно, как горит. Я думаю, что мы можем это сделать сейчас. А нет. Я-то думал, это вот это здесь горит. Нет. Поворотник тут. Это, знаешь, просто, скорее всего, либо задний ход. Ну, скорее всего, задний ход. Либо ничего. Ой, ну, понятно, Mitsubishi, как обычно. Даже, ладно, фиг с ним. Обновили немножко тачку. Пойдёт. Ещё сколько-то можно попродавать, и, в принципе, неплохо. Что мне не нравится, это то, что у неё в интерьере. В интерьере ничего не обновили, друзья. И это проблема. И вот то, что я, когда подхожу вот так вот к машине, берусь за ручку, она, ну, капец. Ну, дверь, ну, такое убогое открывание двери. Ну, просто жесть. Ну, это уже тоже можно было бы сделать. Но ты понимаешь просто, что тачка старая. И в своё время она считалась самым дешёвым и доступным кроссовером. По сути, сейчас таковым и является. Просто цены куда-то ускакали вперёд. Давайте посмотрим на интерьер. Хотя, зачем, спросите вы? Чё тут смотреть? Особо-то и нечего. Ну, там есть какая-то чуть-чуть поновее мультимедиа-система, вроде бы. Ну, вот эти убогие шкалы приборов, ну, это уже просто невозможно. Или вот эта кнопка «Инфо». Ну, ну, уж, друзья, ну, пора что-то сделать с вот такими вот убогими кнопками. Да, лейн-ассист, да, предотвращение столкновений. Но вот такими убогими кнопками. Ужас. Ужас. Ничего, ничего интересного. Ладно, хоть мультимедиа. И немножко обновили крутилки вот климат-контроля. Они теперь серебристые. Хочется уже, чтобы Митсубиси двигались вперёд. Но пока нельзя, пока нельзя. Хотя, сейчас я покажу вам одну тачку. И вот именно благодаря ей мы посмотрим, как Митсубиси собирается двигаться вперёд. И что, конечно же, мы увидим. Потому что, ну, в принципе, здесь всё. Здесь больше нечего делать, друзья. Пошли. Складки на пороге, видел? А, складки, ну да. Такое ощущение, как будто они подтаяли в жару у вас немножко. И вы их, это, задели ногой. Так и осталось. Ну, чё поделать? Ничего не поделаешь. Это уже прошлое. Пошли покажу будущее. Это вы уже видели в России. Уже скоро будет. Возможно, даже потестим. Вот он! Вот! Вот! Наконец-то! Вот это движение вперёд, я понимаю. Это концепт будущего Outlander. Как вы понимаете. Что это будет? Это будет на платформе Nissan, естественно, уже X-Trail. То есть, ну, такая подвесочка пока что под вопросом. Я надеялся бы увидеть, конечно же, новое поколение уже этой подвески. Но, походу, это будет старое поколение, просто новый кузов. Но для Mitsubishi это тоже будет какой-то шаг вперёд к совместному производству. Что здесь интересного? Что нам больше всего важно увидеть в этой машине? Это, конечно же, дизайн. Понятно, вот там опять концептуальное вот это всё отвалится. Типа вставки вот эти внизу и всё такое. Но общие формы, примерно стилистика, она будет похожая. И он, кстати, сильно больше сейчас. Его вот назвали Engelberg. Мощная. Он такой и есть, по сути дела. В крышу интегрирован кофр. Причём хорошо, то есть он на аэродинамику не влияет. Вот такие было бы неплохо, да, заиметь на тачках. То есть идея есть хорошая. Это плюс. Концепт может быть каким угодно. Но с другой стороны мы знаем, да, что Mitsubishi как раз-таки плагин гибриды достаточно успешно уже делает давным-давно. И они есть у нас, что самое главное. 2.4 двигатель и 2 электромотора. И здесь, по сути, то же самое. Ну, мы увидим, что наконец-то Mitsubishi планирует сделать что-то с интерьером. Полностью электронную панель приборов вам поставить. Большой дисплей, камеры. И какие зеркала? Как у Audi e-trona. Неужели? Или это просто концерт? Ну, скорее всего, конечно же, мы такого не увидим. В остальном, конечно же, да, стиль в стиль. Ну, прикольно. Мы понимаем, как это будет выглядеть. Это немножко BMW даже какой-то стилистики. Блин, ну здоровый, здоровый. У Mitsubishi сейчас таких нету кроссоверов. Выпускай в продажу. Залезем на территорию двухсотых грузаков. Увидим через год. Через годик обещают уже серийную машину показать. А это важно. В следующем году, 2020 год, что это будет? Ну, вряд ли электромобиль, как вы понимаете. Но плагин гибрид будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова